всем огромный привет добро пожаловать на мой канал начинаю новый влог девочки и вначале хочу извиниться за то что не ответила вам на комментарии честно говоря у меня сейчас садово поливы и огородные работы вот как-то мне хочется все все переделать знаете как это глаза заведущие руки загребущие в общем короче вот покажу вам сегодня свой сад я там навела порядок все убрала все мусор весь убрала в общем все как обычно до конца убра все сделано в теплицу еще пока ничего не посадила но в общем я вам все покажу у нас уже стало теплее и тире сейчас плюс 14 вчера тоже уже было достаточно тепло в общем потихонечку лето к нам приходит это не может не радовать вот читала я все ваши комментарии отвечу сегодня на то есть покажу сад именно сам сад огород потом покажу вот и капусту я только посадила да и отвечу на вопрос по поводу того какие книги я сейчас читаю читаю что-нибудь в общем в конце видео отвечу на этот вопрос то что не всем эта тема интересна так но для начала немножечко отвлечемся от так сказать зеленой огородной темой я вам хочу показать я тут на вальдер себе заказывала вот такой вот скраб знаете я очень люблю различные скрабы постоянно ими пользуюсь и в общем решила попробовать почитала отзывы решила попробовать вот такой скраб это у нас кокосовый он так приятно пахнет девочки просто кокосиком очень классный я вам сейчас покажу обалденный и он очень классно делают кожу такой мягкой бархатистый приятный увлажненные после него даже не нужно не носить никакие крем ушки на лето это как раз вообще супер потому что летом я не так вот много пользуюсь кремами для тела несмотря на то что кожа у меня сухая вот хочу вам показать поближе этот скраб и еще раз подчеркнуть его кокосовый аромат очень классный он кстати не тестируется на животных это я считаю огромный плюс общем скраб советую рекомендую просто всем вот такая вот у нее текстура он он очень экономичный на самом деле хватает его совсем совсем чуть-чуть для того чтобы нанести на ну реально на все тело очень классно вот я щас покажу смотрите он как нужно носить вообще на влажную кожу вот так вот вы наносите у него мелкие частички он не царапает но при этом очень хорошо как бы отшелушивает кожу делает ее гладкой бархатистой посмотрите видите у нее какие такие как бы меленькие такие частички как пилинг даже работает плюс он немножко сияет и кожа получается просто мягкая бархатистая на всех участках тела куда бы вы не наносили я его также наносила кстати после работы в саду ручки им скрабировала чтобы они не были такими загрубевшими в общем на лето я всем очень рекомендую вот такая вот у него текстуры видите там пытаясь поймать такие есть небольшие блесточки но и аромат кокоса что-то он меня очень покорил девочки прям классный скраб очень понравился вот такой вот обязательно ссылку вам оставлю в общем скраб мне этот очень нравится я рекомендую всем особенно на летний период вечером проскрабировали кожу и за горло ровнее будет ложиться да и кожа увлажненная напитанная в общем супер буду заказывать себе еще пахнет он просто обалденно кокосиком прямо знаете прямо супер заказывала я его на пальпер из не помню говорила вы же или нет ссылочку вам оставлю обязательно заказывайте если это классный недорогой скраб и очень классно работающий вот ну давайте я вам сейчас покажу сад снимала я вчера единственно что я буду сверху озвучивать потому что у нас соседи тут копает канализацию я так поняла ну в общем что там копает у них трактор работал другие соседи косили там или что-то или пилили я не поняла в общем как всегда я там пыталась что-то рассказать но в итоге меня особо не слышно вот и ездила я в магазин обе конечно же покажу вам тоже свои покупки ну давайте начнем мою экскурсию можно так выразиться по моему саду находится у нас ну можно так сказать за домом здесь стоит тепличка в колесах я сажаю тыкву и в основном тут различные деревья это черешня которая уже начала зацветать в прошлом году она давала нам ягоды немного конечно но все же они были очень вкусная сладкая прям обалденная я прямо жду когда буду фильтром собирать девочки очень хочу челки уже тут во всю работают так что да и вот второе деревце которое было посажено по моему в прошлом году для того чтобы переопылялась черешня у нас изначально было куплено черешни и вишни как бы 22 дерева черешни но нас обманули она оказалась черешни 2 вишни в общем здесь у меня абрикос который я показывала в прошлом году он давал нам абрикосина они такие маленькие сорт называется краснощеки в этом году тоже он будет цвести но совсем совсем мало прошлом году было больше но ничего страшного мне и этого просто супер потому что когда я покупала я даже не думала что у меня вырастут абрикосы в саду я думала посажу деревца будет красиво цвести и на этом все но оказалось не так это вишня такая она у нас низкорослая но кстати не очень вкусно мне она не очень вообще вишни очень люблю это терн или дерн как терн по-моему называется такая слива мелкая синяя здесь вот я кое-что натворила вот такое кирпичами обложено это мне помогали еще мои дети вот кстати размер моей теплицы поэтому для меня это парник она очень маленькая но мне достаточно так то что я обложила камушками это я покажу потом здесь были две сливы одна из них по-моему желтая вторая синяя что я подзабыла и здесь у меня яблоня мельба посмотрела на не паутина такая думаю спите паутинный клещ что ли а потом смотрю вон маленькие паучки это же получается не паутинный клещ да или паутинный ну короче в общем я тут что-то но я их в любом случае обрабатываю по весне для профилактики различных болезней и так далее так что нет но я думаю что это все таки вот эти вот малыши паучки видите он они маленькие тут наплели мне тут паутину всякую в общем да пугает меня только в общем вот такая вот яблонька еще кстати ни разу не давала яблочки здесь у меня колеса до колеса это не эстетично но все же сюда буду сажать тыкву в одно колесо вот в это я посадила горох и посажу тыкву и все на этом и вот моя тепличка она ведь немножечко там у меня поломался листом но ничего страшного и так тоже будет отлично и здесь у меня две груши сорта не помню вообще вот это точно мы с мужем помнили что это груша а второе дерево мы долго вспоминали в этом году весной грушу мы там с тобой посадили дети мне говорят яблоню игру вроде грушу муж говорит и не мог я грушу купить вот второе как раз деревце в общем запутались что называется но нет это две как раз таки груши и покажу вам покупки с обе ездила это соответственно после 9 мая и там были ну назовем так скидки по 104 рубля я купила вот такой петунью она без цветов но мне все равно как она будет свести она не какая-то махровая просто обычная 6 штучек 104 рубля я считаю что супер так у нее изначально цена была что 300 рублей или что-то в этом духе всегда после праздников езжайте в обе там всегда подешевле все вот это это бегуния по моему дам тоже она стоила 100 вот забыла девочки тоже 100 чем-то рублей большая такая изначально у нее цена 271 это бегуния вечно цветущая 10 штучек в упаковке очень мне понравилось листики мне кажется летом для разнообразия будет супер вот такое еще растение тоже купила там листик такой красноватый мне очень понравился он единственный был с красноватым листиком вот я взяла сейчас покажу вам тут тоже название это колеус что-то там 6 штук упаковки тоже было со скидкой но как вы видите они все-таки немножко поломанные немножко сухие то есть разные и земляника вот такая земляника клубника среднеспелый тут пять штучек взяла сорт и вот такой вот ранний спел кстати у меня сестра сказала что хорошие сорта я купила вот такие вот посажу будет супер буду ведрами клубнику собирать и купила радодендром и девочки это обалдеть цена зачеркнута непонятно по какой причине стоило 1300 вот такой микс какой это именно какой сорт непонятно но у меня на участке нет ни одного рода дендрома поэтому я решила взять хочу посадить и вот такой якушиманский микс он просто медленно растущие и будет небольшим кустиком но я в интернете почитала дам розовыми цветочками должен быть в общем видите цветочки только-только начали 699 рублей по моему стою не помню сказала ли не до 699 рублей но в общем супер купила вот такую вот это растениях растениях война в ассортименте и там пихта по моему какая-то или что-то в этом духе в общем сестра мне тоже писала уже все рассказала что с ним нужно делать 339 рублей будет очень симпатичный кустик но это не стелющий которые которые в общем другой роза я возобновляю в своем саду розы купила сорт который мне безумно нравится вот августа луиза огромный куст вырастает с огромными цветами 999 рублей и цветы реально пахнут таким цветочно-фруктовым ароматом единственное что эти цветы он выдает их много но они недолго то есть достаточно быстро осыпаются хотят написано что вкус небольшой но если подкармливать то куст вырастет большим и цветы у него будет классный цветет он не постоянно а два раза в за сезон до два раза за сезон получается будет свести но в общем буду выращивать вот такую розочку куда мимо розы мне уже давно в роз нету были в свое время но на место моего розарием посадить мы поставили террасу вот так вот и в общем розы мои ушли в утиль было очень жалко на террасу тоже очень хотелось в общем нашла местечко где буду сажать разводить свой розариум ну и рододендру мы тоже что то вот он кстати рододендру мы это пожелание моего мужа именно ему очень хотелось чтобы у нас были на участке но я думаю ладно хотя стоимость рододендру вот вечно зеленые которые например у нас там рядом такой садовый уличный стоит по 10 тысяч не стоит но их купила удобрение для хвойников вот такое рассыплю в общем я их каждую весну все хвойники подкармливаю и навоз коровий тоже для посадок и для цветов и для всего я закапываю его не поливая потому что у меня бона хрюшка вот она может все это пытаться слизывать если развести и полить поэтому поливая я ну то скажем так химическими а в землю вношу уже вот подобные удобрения и купить навоз вот прям вот в мешках даже я не могу потому чтобы он эти мешки раздерет потом и будет плохо потом я и буду лечить недели две под капельницу возить в общем нет поэтому вот такие вот покупки так ну и конечно же я купила немножечко чуточку со всем комнатных цветочков но чуточку 2 вот в разделе где маленькие цветочки малыши до черенки это называется plant mix как разделе они там стоят среди больших у нас по крайней мере в обе я купила два цветка один короче у меня уже вылетела название с головы я его по определителю растения знаете есть в общем кому нужная кто-то у меня просил уже я ссылку давала на как можно по фото определить что это за растение на них было просто написано plant mix я вчера хуже пересадила один посадила вот в такой достаточно большой горшочек но я сюда много насыпала дренажа потому что у меня меньше уже что-то вообще маленьких горшочков мне нет вот в общем вот такой забыла название девочки вообще вылетела мне из головы вчера помнилась сегодня уже нет вот она девичья память почему такой классный цветочек смотреть какой он симпатичненький вот такие же есть еще красные там какие-то еще ну то есть разные расцветки таким кустиком они симпатичненьким растут но кто разбирается тот знает что это за цветок классный вот посадила вот эти любимые мои дешевенькие горшочки пластиковые обожаю их они мне очень нравится в общем супер и 2 я запомнила название это хлора фитум оранж но продавался как plant mix он был 22 как бы кустика вместе вот так вот посажены в один маленький горшочек я рассадила по двум горшочкам потому что один из них я отдам своей сестричке я вчера сфоткала и вообще если свои покупки нафоткала в общем и она сказала что цветок очень классные в общем она тоже хочет и я короче и отсадила ну вот какой-нибудь из них она заберет тут у меня когда-то была рассада помидор поэтому подписано черри карамель но на самом деле это хлора фитум оранж классный цветочек вот я посмотрела в интернете как он должен выглядеть когда будет большим кустом в общем вот такой вот симпатюшка то есть он сидел один-два вместе в горшочке разделила их аккуратненько конечно немножко повредила там корневую систему но я пролила корневином а вот и я думаю что я думаю что они должны нормально нормально дайте вот от этого в общем два вот таких вот вместе стоит 249 рублей и вот этот тоже стоил 249 рублей девочки прям грех не взять прям грех понимаете в общем как то так и давайте расскажу про книги которые я читаю именно читаю я сейчас никакие книжки кроме детских различные там детские детективы у меня есть приложение это не реклама этого приложения называется она my book на самом деле там достаточно сложно внести оплату я у меня подписка премиум что-то там снимается 600 рублей в месяц по моему или что-то в этом духе но это стоит того реально но я жду когда что-то может быть другое какое-то приложение появится я не знаю но пока из всех это самое вот там можно сохранять книги ну короче мне но очень нравится дороговато согласна но книги того стоит если книги покупать то это будет еще дороже вот и там я слушаю аудиокниги так как сейчас у меня как активная огородная деятельность плюс дети заканчивают учебу и в общем нужно кучу кучу всего сделать я вечером честно говоря вот почему не ответила на комментарии я просто так вот ложусь и еще а еще вечером умудряюсь телефоне почитать там значит у меня там дерево попилила про сливу посмотреть на ю тубе как чё кто сажает и кстати вот про рекламу тоже да любят написать что фото вас тоже реклама куча рекламы все блогеры показывают одно и тоже я такая же как и вы я вот увижу я реально тут смотрела немножко поболтаю смотрела видео но не подписалась почему-то очень жалею потому что больше мне в рекомендованных не попадается этот канал там за кадром было голос женщины да и мужчина там копал сажал рододендру мы или не рододендру или серий я имела там рододендру мы тоже были и очень девушка очень классно все объяснять но у него такая крутая лопата кстати видео старенькая может быть года три тому назад было не знаю где живут мне почему-то показалось что подмосковье вот и вот такая крутая лопата я смотрю думаю блин я хочу и такую лопату я что делаю обычно знаете когда вот у кого-то видео тоже что-то вижу я так нажимаю на паузу захожу на вайбер если на озон и там набирал лопатой не начинаю искать не нашла кстати такой же лопат очень такая маленькая такая но ну либо мужчина хорошо копает либо лопата во всем виновата я решила что лопата во всем виноваты что мне захотелось такую же лопату думаю поеду в обе посмотрю в обе ничего такого интересного ну такой вот лопаты не нашла она еще такая зеленая ручкой такая красиво иногда перчатки у кого-нибудь увижу да но сейчас я просто новая всякая смотрю мне тоже такие перчатки красиво смотрится так что я такая же как вы и поэтому если у меня что-то появляется что есть других или там что все блогеры начали сажать или все блогеры начали это все блоки мы же тоже слизываем друг с другом ничего тут такого нет я в этом не вижу ничего плохого тем более если блогеры не просто там показывают а делятся какими-то своими советами секретами то это же тоже здорово да вот поэтому я такая же короче вот так что мудряюсь еще обвал дай бывает даже с телефоном так спал меня там видео какой-нибудь про какую-нибудь сирень или рододендрум или еще про что-нибудь ну в общем да так читаю я сейчас детские книги детские детективы разных авторов вот какие приложения найду мне приложение это еще рекомендуют иногда какие-то книги почитать я читаю детям перед сном мне нравится сама читать детские детективы на самом деле очень интересно это про котов каких-то то еще что-то в общем супер то про собачек прямо бывает дети спят а я читаю муж за мной приходит говорит ты чё я зачитаюсь бывает очень интересно вот поэтому свои книги взрослые книги я не читаю читает к детски но слушаю аудиокниги я уже об этом говорила что для меня аудиокниги это просто вот было когда-то моего открытия и я теперь просто меня на самом деле в статистике прочитанных книг в районе 300 ой не прочитанных прослушанных в районе 300 прикиньте но это где-то с года за два статистика так вот сейчас я просто весь я записала автора стик ларсон это это я слушала формате аудио серия книг миллениум все наверно слышали про книгу девушка с татуировкой дракона но все вот кто читает наверняка слышали наверняка уже читали или слушали эту книгу в общем там в этой серии вообще указано 6 книг но последние две автор стоит 9 лагер написала и прочитать мама девочки лагер кранц лагер кранс наверно так правильно вот я сейчас читаю именно читаю слушаю книгу девушка которая застряла в паутине это четвертая книга из этой серии то есть именно где стоит автор стик ларсон это последняя книга дальше ну что-то продолжил я не знаю серия миллениум вот очень нравится я прям вообще в восторге а вообще у меня даже есть любимые частицы уже мне очень нравится чтец игорь князев очень классно мне так нравится как он читает хотя я читала про него отзывы на том же приложении в котором я слушаю книги и там писали что не нравится а мне наоборот нравится обалденно он обалденно читать но вот сейчас другой там чтец же не помню кто вот так что вот так вот так что сами непосредственно книги не читаю в последнее время да сейчас посмотрела где-то зимой даты у меня не стоит я прочитала книгу вот последнюю линкольн child злая река это вот последним было прочитано мною книгу где-то зимой я закончила может и январе после нового года по моему может я ошибаюсь в общем там даты даты прочтения там у меня не стоит поэтому я не знаю вот но сейчас я даже сейчас не берусь пока что ни за какие книги потому что потому что у меня сад огород не только сад огород еще и домашние цветочки и так далее в общем ответила на этот вопрос сад огород свой показала ссылку вам оставлю в общем надеюсь что вам понравилось такое видео всем как это сказать физкульт привет да как у вас дела тоже с садом огородом я сейчас тоже с вами видео поснимаю загружу его уже на канал и пойду сажать цветочки и в теплицу свою пойду сажать помидорки ну еще что-нибудь как всегда в общем всех люблю целую до новых встреч